Так, видео решили снять для тех кто не был никогда в Скадовске, будем ехать по Скадовску. Дорога куда нам? Прямо вправо, влево. Сейчас мы на улице Гагарина. Направо? Чуть-чуть, вот у нас выливая как загудела. Хорошо хоть по прямой не гудеть. Ого, пристегнись. Общее представление, что такое Скадовск. А, я сейчас включу карты, как выезд. Где-то в Кахове. Такое перемешку. Геническ, Бердянск, Железный порт и Лазурное. Все вместе смешалось. А, мы тут как бы и не проедемся. А дальше? Стоп, ты сейчас набирай, я не могу идти. Я не помню, стоп, мы приехали прямо дальше, где вот прям. Я тоже не помню. Сейчас пытаюсь войти в карты, или бери свой телефон, остановись. Здесь как в Лазурном. На лево идут улицы на море. А почту я еще к gmail.com? Да. Я не могу уже, не помню. Сейчас все лейки идут. Угу, да. Тут идут прямые такие, как аллейки, к морю. Да-да, по всему протяжению налево влево идут дороги к морю. Вот. Жилые. Ну да, в принципе, что-то спрашивать жилье, если оно и так, мы знаем, что примерно оно так стоит, как везде. Вот, можно отсюда идти к морю. Знак стоп. Стоп, нажали. Ну-ка. Что же у нас такое сегодня случилось с рулевым? Вот, проедем со стороны моря. Мы до края не дошли. Хочу проехаться посмотреть. Мне кажется, даже пляж не закончился. Это школа, да? Да. Ого, школа вообще. Лазурная. Я знаю, я к морю специально еду. Я знаю дорогу, можешь поискать. Я и так на это. Я специально хочу проехаться, как можно тут. А, ты знаешь дорогу, да? Как можно ближе к морю тут можно как-то подъехать. Потому что я вижу тут пляж уже видно закончился. Так, главное пошло налево. Я знаю, конечно. Я же специально езжу экскурсию у нас сейчас по Скадовску. Что-то постояла машина. Сегодня берем и такой звук от рулевого. Гидроусилителя руля страшно. Ага, вот у нас и море. Вот, тут уже пляж закончился, видишь? На мопедах туда еду дальше. Ага, или мы тут были? Ага, вот и море. Поехали, выедем назад. Неслабый звучок. Да, дай Бог доехать домой. А ты пишешь? Угу. Ну ладно. Потом. Ты нашла дорогу? Дорогу сделать? Да не, ну, кстати, хочется. Прямо едь, прямо. Куда ты едешь? Вот хочу по этой улице проехаться. Вот это улица ближняя. Возле моря. Сейчас чуть-чуть по ней проедемся. Это... Это... Именно. Гагарина. Это же Гагарина вот эта. И вот идут такие дороги. Вот, раз пошла дорога вправо, а это на море. Там пляж. Вот уже метров двести, может даже меньше, сто. Вот эта вот линия хорошая, кстати. Вот здесь, получается, недалеко к Мокмоле отсюда ехать. Слышь? Петиточный. Улица Мариинская или что-то написано. А, это даже не Гагарина. Как ты его как к улицам взялись? Ну, в общем, все, разворачиваемся. Экскурсия проведена. Вот, видишь? А, тут, кстати, там какой-то забор. Видно, какой-то пансионат. Вот такой мир. Блин, там сейчас Скадовск. Ну, вот вам Скадовск. Вот, смотри, видишь, вот уже и море. Сдаются номера. Вот просто ради интереса. Ну, посмотри, пожалуйста. Можешь позвонить? Набери номер и все. МП. Набери и спроси, почем? Вот на этой улице. Нет? Что тут делать? Ну, делай так, пожалуйста. Миш, пока поворачивай, он гудит. Добро? Да. Звони, спрашивай, сколько стоит тут жилье. А мы погнали домой, в Лазурь. Так, поворот направо нельзя. Едем налево. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сколько жилье стоит у вас? У нас двое. А, 400 гривен-то с удобствами? Удобство на два номера, 400 гривен за номер, да? А кондиционер есть? Ну, получается, 200 гривен с человека без удобства. А, рассчитано на три поэта. А если три человека, хорошо. Ну, например, 400 гривен. Угу. 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 А, я понял Едем на выезд Я думаю, правильно ездить Вот так, как там Там есть, кстати, 400 гривен Без удобства 2 на 2 номера Кондиционера нет И 500 гривен с кондиционером Удобство в ночь тоже на 2 номера А туалет вроде есть и кондиционер есть Короче, что попало, нифига не поняла Так, а он куда? Я говорю, а человека сколько? Он говорит, ну тот номер, который за 400 на 3 Когда получается, из человека без удобства 170 Там прямо жда? А, я не знаю Сейчас, жди Я чувствую, что да Есть там дома и высокие Кстати, вот справа дом высокий, пятиэтажка Ну, вот такой вот Скадовск Примерно показал я Как выглядит так Примерно Потому что там возле моря Там чуть-чуть по-другому Там, конечно, чуть-чуть вид совсем другое Ну, это на наших других роликах Смотрите А это именно я показал на автомобиле По Скадовску Прокатнулись Совсем другое, да? В Скадовске На рынке центральном Приехали по делам Заодно и посмотрим По делам это По ремонту телефона Потом я расскажу В утренних купали В утренних Нет Ну да, мы же не по этому Так, сейчас мы Сначала в туалет А потом экскурсию проведем По рынку Вот туалет Издаются комнаты Написано в туалете Видишь? Здесь? Так Идем дальше, да? Да Пройдемся Посмотрим, что тут у нас на рынке Что по чем? Покажи, что у тебя Техмэр реклама Новый кредит у меня Новый кредит Знаешь Все равно Но в голове держится Не, я расскажу потом Расскажешь У людей все бывает Людям бывают Машины разбивают Я потом расскажу Что такое Ну, у нас случилось Такое Неприятность небольшая Ну, это равновесие в природе Где-то это Мы все равно расскажем Чтобы все нам не завидовали Так К тому же пришли Пол Без 20 час Уже поздновато Уже, конечно Людей мало Что? Мне как-то страшно Что-то маловато Сейчас уже Рынок такой О, что-то чай Может быть, да Ага Да, мы еще хотим За такие деньги Что, нет? В 30 деревне В России За 15 Ну, мы поздно Пришли уже Вроде выехали Там Ирвана Но Долго бродили Искали Искали Ремонт Потом искали Ну, рынок Чай давай Напоминает мне Иническ Это и город И город Напоминаю Он где, наверное, по размерам Такой где-то Пример Да Приправа Ну, давай Спрашивай Ага Чай этот Чай Чай Пошли посмотрим Тут еще Ну, пошли Ладно Так-так Экскурсию Немножко Проведем Хоть Покажем Что здесь есть Там еще рынок Кстати Какой-то Дальше Здесь мы Просто Чтоб Мини-экскурсия Вот Есть тут тоже Вот овощной рынок Идет Нет, только рытошки Типа для богатых Кукуруза Какие интересуются Маленькие Вот эти маленькие 30 или 35 Вот эти 23 А по чему Морько Далеки 60 Понятно 25 Пока доехал 18 Смотрит Сразу Цены Такие же Как у Азурном Да? Да Приблизительно Так Ну, за 30 Можно Там Выбрать Один Лердин Тоже За 35 Он маленький Манюсенький Как я люблю А ну, что такое помидорки? 17 Давай возьмем Ну, давай А, вот Можешь Найдать, да, кулёшки? Хороший Отпаку 15 Из 15 Час Ерк Из 15 Час Ну, тут Запчасти Для велосипедов Ну, полноценный рынок Вот, для великов Очень много Как в бердянских Как генических Такой рынок Чего? Вон, там даже Курчаточки Птичечек Продают О, тут еще один рынок Крылька Есть, вот видите, запчасти Всякие Птички Уточки Интересно О, интересно Смотрите По пятнозрению Вот так Цыплята Цигареты 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 Корм Корм Для Птичек Так Вернемся А то Они меня не найдут Она до сих пор Еще помидоры Покупа А, или уже огурцы А, или что там Что там А, перец А, перец Перец Ягуртал Так, шесть Так Польша есть Здесь Слышать Пятьсоти Кофеев Уже Продавал По тринадцать Динадцать Уже По трассе Пульки Прохли А ты не выйдешь Вот это взяли, да? Угу По десять Килограмм Ну это же Распродажа Было по тринадцать Все равно Тоже Недорого, да? Ну одной Хватится? Да я вот Думаю Может Так Бери Их Пока Дают Пока Дают Давайте Дадим 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 такой рынок в общем персики 35 45 дектарин буряк по 8 да ну пошли куда-то пошли там может пройдем интереснее был а тут а это же мы прошли рынок вещевой ничего больше не надо съедим мы едем до снова продают продают лопеды смотри какие ямаха картошка 10 картошка 10 а картошку нам не надо я не знаю я наелась за два дня так вот и столовая круги я знаю такой рынок что хочешь 16 это уже тебе звонит тебя же звонит надо не привыкла вот такой узко доски рынок экскурсия по интересный вариант если посмотреть какой тут пляж море а почем сало салон по 100 по 60 по 110 а мясо перенесли на вожди так выходим из рынка всем говорю все интересно пока тут море интересный вариант может быть тут пожить чуть-чуть еще так тоже мне кажется тут недорогое жилье вот тут тоже идут какие-то ряды еще на входе ножи как всегда в каждом городе эти ножи продают одна фирма какая-то так а я тут разговаривать идем еще машину где-то мы поставим найти где мы ее поставили велики продаются или что тут напрокат и так им а вот мы направо идем там машина на 6 ну шо как те рыночек людей надо столько всяких магазинчиков интерес сегодня четверг так вот мы тут чебуречки попробовали под назвали неплохие кстати ладно все пока я выключаюсь мне понравилось мне понравилось так аптека нам не нужно вот его себе на шаряба до 3 до 3 до 3 часу сейчас я спроси до 3 это продается или прокат так прибыли прибыли мы в центр спорт спортивной школы центр скадовская видно центральная площадь я так понимаю а т.б. аттракционы детские ага да там спортивная школа какая-то площадки музыка везде играется это аллейка видно идущая к морю такой ага да там видно море сейчас пройдемся на море покупаемся так а т.б. какой-то видно центральный рай радар район райсоветка али отман по неверной пойдет тут прям аллейка такая финале ну такой скадовск музыка везде играет вот по этому ехали по Агаринах на столбах висят громкоговорители и играет музыка вот видишь на каждом столбе играет музыка да послухайте радио прикольно придумано ночью люди гуляют идут на море с моря и музыка играет пусть и по радио даже но все равно а что хрен хрен видео запишет музыка везде перебивая да мы потом кстати я включу видео мы проедемся по городу покажем сам город как он выглядит ну да ну да так ну да ну да ну да ну да презент шоп продаж ярмолин ну да что ты на мои любимые мы сейчас двигались кенталер через 150 минут а не выключился твой 20 же ваше место вначале будет слева слева написано будет не выключился на выключи так ладно пока сделаем паузу с переходником включимся позже так пройдемся по центральной аллейке они пошли по 35 гривен а ты б мы идем или посередине по тенечку а что тут продать все продать магазинчики всякие я так понимаю мы идем на море неплохо интересно интересно какое море здесь типа бердян сказал поселиться в этом доме я вам туда на море ну тихо тоже вижу так не шумно как называется эта улица чтоб я знала а сейчас банк ищет банк аптеках он еще одна улица какая-то идет могли бы подъехать туда мы по той стороне тоже какой-то дом на прогул червоны витры червоны витрила непонятно что такое неожиданно что-то представлялся другу я тоже думала что типа такой как лазурный железный порт да да только типа короче лазурный и железный порт они практически одинаковые только единственное что в лазурном большие широкие пляжи и там есть места как говорится а в железном порту палки не было вот и улица пошла это что-то такое штативы а это для селфи съемок штативы кстати вот квартира видишь это с кольца но свет интересный ножички ножички вот и когда пошел пошел ряд торговые ряды пошли руками не трогать написано тебе а ты чем трогала на хаме платье продумала накрутить он тут еще до моря идти да тоже тоже от жилья тут еще не жилье как везде в каждом он подумал там еще один ряд каждом городе перед морем идет такая вот возбудиловка такая чтобы тебя немножко вперед отрезвить потому что покупаешься в море и будешь идти счастливый после моря и на это такие очки да и на волне и на волне и на волне таком ты что-то себе купишь поэтому что это не не самое но ни одна из еще если ли которые ведут к морю и не одна ты уже селфи делаешь да 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 есть такая но я это ожидал примерно сфоткаю такой раритет кинотеатр и что интересно на память побежали дальше еще остановилась морем пахнет пахнет если ветерочек морской подруг такая тоже 100 метров к ну вот как сказать в лазурном она более впечатляющая такая скажи пахнет если это центральная по пляжику сейчас пройдемся а раз уж мы здесь какой не подойдет не малова малова ну да да побольше того ладно пошли не трогай руками еще больше еще больше так и дойдем не того что ты хочешь так и нет она хочет матрас какой-то здоровенный так а вот они тут причала от которых кораблики отплывают я так понимаю а да ветерочек а тут еще набережная идет ага тут еще тоже еще ты туда пошла ни начало ни конца ни края я понял ну просто вышли на воде центральной я люблю скадок а где написано я люблю скадок ага пляжик я вижу такой типа геническ а-ля геническ ну мак пахнет пахнет зато морем хорошо очень именно черного черноморский запах тут все тех тут все кто любит скадок сфоткаются так сейчас пройдемся по пляжу а по набережной посмотрим что здесь у них есть но я думаю это в основном кафешки кафешки техника да вот я не пройдемся потому что набережная скадокска очень длинная мне не выйти нет пройдемся главное запомнить где мы машину ну да и там машина у нас машина у нас а мы пройдемся пососнакомиться посмотреть я честно говоря никогда в жизни не видел даже в ю-тубе нигде даже представление я вот сейчас как будто бы вот ну вот я даже не представлял если я лазурное хоть немного представлял благодаря блогерам нашим друзьям Сергею жителей лазурного то здесь я понятия вообще не имею вот сейчас вот я как для меня полное открытие вот я как не то что там в незнакомом городе а в полностью незнакомом городе по 80 гривен комплексный обед и по 90 есть нормально это обед или ужин обязательно я думаю мы думаем весь движение к вечерам тут происходит да ну конечно ага там он любит всякие типа машины вставлен на парк ночной клуб а смотри ночной клуб ночной клуб вход без масок запрещен прикольно заходите какие-то жители и знакомиться да она в маске с утра с утра как это с утра не пугайся не с утра с клуба вышел маску сняла или снял и все и все так ну люди стоят значит значит наверно нигде не дорого просто а ну тут вообще чебуреки а чебуреки а чебурек 40 45 аккуратно у нас дешевле шаурма а вот стоят люди подходите ребят подходите ага вот вещь еще одна идет аллейка тоже а парк 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 развал скотовск а мы не голодные сейчас пока спасибо хорошо спасибо от души в души вот так оцените ага а это скотовск да это ж тут родственники твои работали аааа да 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 а че а че а че от дыши в дыши так фонтанчик пляжик а че нам ходить мы быстро пробежались ну хотя нам спешить некуда мужчина в бассейне санитарные мы с лазурном живем не хочу чтобы лазур лазур блин а как правило а как говорится лазурчане лазуряне жители лазурного не обижались на нас ну как это здрасте ну мы же путешественники а что ж мы мы приехали сюда не для этого мы сюда приехали телефон ремонтиров аня потом расскажет не хочет рассказывать а я уже сейчас говорю ну что некоторые посмотрят мое это видео а то не посмотрят о смотри дом какой мы приехали по ремонту поэтому ну а че мы вас приехали мы что не покажем не посмотрим и самим интересно как тут только я не знаю конечно тут мне кажется как бы взлететь посмотреть сколько тут еще идти ты молчишь не знаешь сколько тут идти а я откуда блин мне напоминает знаешь что Евпатория да ну я думаю как Евпатория да даже по растениям например ну пусть ну сиди я похожу сам схожу мне просто ну как вдруг нет пленка я я смотрю плюс он туда да 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 я понял кушать носят вкусно кушать кушать носят носят пока нет нет а потом не будет кого не будет а че одену оденется видишь это местные жители наверное да смотри мусорные баки вот ага так и тут уже тут уже пошло такое уже меньше аттракционов я вижу ну дальше нам наверное идти не надо будет мы уже не пойдем мы можем это сейчас уже выйдем куда-то ну по пляжу пойдем обратно да нам все равно обратно идти к машине что чего туда какая-то олейка другая тут что-то ничего не продается уже это конечник а че не продается в Майами смотрится ага а тут может где-то посмотреть да не она чуете она же не может а то пирс видишь какой пляж тоже песок как генический затоптанный приток да ну хотя что-то представлял похуже вообще даже пляж хуже представлю не знаю почему то я помню давно кстати пару лет назад видел по телевизору какой-то репортаж он откуда-то он заехал с краю не он как-то с какого-то вид на краю заскочил ну что там были вообще там такого вообще не видел там какая-то равнина такая без деревьев без ничего как поле вообще не именно то был скотовский еще честно удивился думаю как ужас а это планы это платный бассейн да и сколько стоит вот здравствуйте вот вот 120 150 я понял спасибо без масок же можно купаться купаться без масок можно да да а кто может маску надо бить да бассейн кто не хочет в море 150 гривен вот теперь считай ты живешь с бассейном класть тупо 150 подожди 150 гривен все просчитано все просчитано без масок как и говорили 150 человек без кондера 200 с кондером без бассейна без бассейна бассейн 150 350 гривен подожди еще стоянка с автомобилем а еще автомобиль же у тебя который в некоторых местах берут ну в лазурном не знаю но помню у нас не берут нет берут если где места где берут я знаю что в кирилловке почти все берут да все за машину за машину за автомобиль ты еще доплачиваешь за стоянку там 30-50 гривен это за Кирилловку я точно знаю уже хочу искусствоваться так сейчас вот тут какой-то пляж огороженный посмотри посадка на ООС вот смотри там пансионаты да художники сидят а смотри там тоже пустят смотри пропусти велосипедиста гонщика смотри там тоже лестница а во я о чем и сказал посадка на Кате тут тоже такой же и пляж ну тут песочек получше да смотри это надо показать сейчас пойдем так туда же зайти нельзя ну закрыто ну давай выйдем на пляж тогда хватит пирс а то мы люди за гора ну давай сюда смотри сколько сидит на берегу людей а людей нет а в этот а где они все мы шли мимо столовых мимо всего и что еще одна аллейка да тоже так ага а я так понял тут таких аллеек дай боже и тут тоже идти 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 ладно наверное примерно вы все поняли в этом плане да да амбургеры ты хочешь кушать уже мы же не можем тут ходить брыг ну пошли пошли тут хочешь или назад ну ну покупать там ну все там по пляжу ты хочешь а ты там не пройдешь ну все давай назад туда ну да затем пирс ну тут как люди есть и вон тоже лезь пошли знаете куда на кухню там обойдем по воде не не по воде вот есть проходит мы купаться будем там у нас ну да у нас у вас да я вижу везде чебуреки короче на каждом углу чебуреки гора чебуреков черное могучее море мы в Скадовске на пляже на пляжах Скадовска сейчас я вам покажу да мне самой интересно сейчас на нас опять будут кричать что мы нарушаем права катеров но я должна вы должны знать если вы едете в Скадовск как здесь значит смотрите тоже имеются спуски тоже спуски напоминает нам с Валерой сразу напомнил Геническ везде к пляжам есть проходы набережная набережная очень большая сейчас 13.42 время обеда людей на пляже мало вон вдалеке островок я вижу куда вывозят людей покататься в открытом море море у нас сегодня не очень чистое сейчас с вами пройдемся по пляжам посмотрим сами пляжи как отдыхают на пляжах в Скадовск вот смотрите еще раз только здесь чуть-чуть по-другому сейчас мы с вами спустимся в Генический там лестницы идут а потом дальше если пройти там мы уже просто шли по набережной я видела что там песочный просто надеюсь там спусков нет и тоже можно найти место без вот таких вот заходов вот так что если вы приехали в Скадовск вот так спускаетесь и попадаете в море еще раз пляжик ну пойдем пройдемся с вами посмотрим как отдыхают на пляжах Валерда гоняй людей не сильно много мы как всегда попадаем в обеденные так здесь пляж огражден тоже спуски видно от какого-то пансионата прохода на сам пляж нету сейчас мы его обойдем леджаки стоят 50 гривен ну как как и везде так что мы были на базаре на базаре кто не смотрел кто не смотрел предыдущие ролики смотрим обязательно не пропускайте оповещения приходят не на все видео у кого-то возможно не стоят уведомления на все а стоят по предпочтениям поэтому чтобы не пропустить видео на нашем канале вы заходите на наш канал на главную да мы там не пройдем надо выйти наверх ну давай пройдем чуть-чуть так это закрытый да это закрытый пляж вы заходите на канал нажимаете не на главную а на видео и смотрите все видео которые вы пропустили а целикувальный пляж да вот санаторий это санаторий так что мы прорезем здесь нет не наверх наверх обойти да воланы лазят везде непонятно зачем он закрытый так пустой пока выключить зачем что широкие пляжи включимся уже там где мы выйдем места есть ну ладно так продолжаем ничего не напоминать наше движение напоминает мы вернулись в геническ нет ребята мы в скадовске похоже да капец похоже только чуть-чуть уже да он конечно уже твердый музыка орет он уже но тоже такие спуски точь-точь как в геническе о валера только на пляжах в этом году в геническе убирается комка а на этом наверное забыли посмотри ребят ну так же ж нельзя я конечно понимаю что она смотри какая вода капец а что с водой посмотри посмотри как черное море пошли как купаться это все я боюсь купаться это черное море а в геническе уже комки нет в генический комку убрали загребли в одну сторону которая полезная мы знаем что она полезна мы спрашивали уже у властей тоже спуске спуске видите ступеньки 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 ну а вот это на экскурсию которую нас хотели повезти да 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 и катер везет на остров джар алгать такие шатры здесь шизлонги шатры точь-в-точь слышишь у меня дежавю вау кусок такой да вообще утоптано один в один так вот сначала просто зонтики а вдалеке там уже такие шатры на трампе на трампе на трампе ну да ну да людей тоже кстати так же как и генические мало ну потому что пляжи много большие широкие широкие большие длинные пляжи и поэтому не лежите на головах друг у друга но зато здесь есть плюсы тоже здесь есть рынок здесь есть атб здесь есть очень много продуктовых магазинчиков типа с полуфабрикатами такие как ермолина я думаю что из-за того что здесь много жилья жилье здесь можно найти наверное даже не от 100 гривен а от 80 смотря конечно сколько вы будете идти до моря будем ехать зайдем сколько стоит 150 лет да ну по крайней мере там ближе к центральной ареи где чуть побольше подожди а мы их где вот там вот а смотри . клинические смотрите ступеньки ступеньки лестницы на лестнице а там в конце как я и говорила песочек ну лестницы нету поэтому там больше людей понял как на детском пляже вегенический все везде нет здесь людей побольше да 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 обозрение тоже старенькое здесь людей уже побольше побольше но здесь что-то смотри какая дорога да сейчас я тут детки сейчас ракушка пятку застрел вот горки видно один за одним ну я же сейчас говорила что до острова я тут не вижу оттуда вон он остров видно? ну вот тоже наверное остров ааа наверное вон остров ну 45 минут катер идет до острова это получается тут остров по которому можно к нам прийти? да офигеть остров Джареллбач здесь пошире я не понял блин я что вообще мне аж плохо хахаха якобы смотри вообще вегенический вегенический да вегенический привет короче кто любит вегенический да для разнообразия скотовск кто любит вегенический ну оно что-то тут грязное вегенический такого не было ну да оно не похоже что ты сравниваешь а ну правильно это скотовск это вегенический только на черном море бюджетное жилье магазинчики так где мы будем купать только разница черное море и азовское а в этом году в связи с тем что нет погоды не было оно что-то и азовское не сильно было просто я помню по прошлому году помнишь 28 градусов а в этом году мы уезжали 23-22 тоже почему кукуруза давай это кукуруза? нет это не кукуруза или кукуруза креветка краб 35 гривен краб 35 короче валера что-то тут такая грязная вода что это же как бы я смотри вот я же рассказываю ты ж так несешь какие-то только надеюсь смотрят не поймут ну и что так я и целюсь не хочу я так еще дальше пускай ты как как смотри сколько народа это со всего побережья смотрите сколько на катера вам верно и не видно а вам наверное не видно вот это людей и вижу пальцем не тыкай так я не показываю сколько и мы туда можем мы 45 минут на таком пароходе чуть-чуть вот в этой толпе со всеми да вот пляж пошли подальше пирс да пройдем уже ну в общем контингент я вижу у нас в основном пенсионеры ну а мама и папа ну да мама и папа и пенсионеры здесь контингентская доска да куда ты ты куда короче мы в кодовске кто еще не понял медуза да кто там медуза какая гадость короче водичка тут вначале на берегу не осени фонтан это черное море это черное море кто еще не знает тут такое очень часто бывает значит вот у нас такой берег мы прошлись уже кто видел кто не видел прошлись оя горячая ну какое медузка ну какое ну тут ну что то не в лазурном не такое а тут почему ну это часто на черном море такое бывает зато но горячая почему-то здесь вот чем прикол в отличие от того на кстати температура воды почти 30 градусов 29 но она в сумке лежала на солнце как бы все равно вон смотрите сколько людей с экскурсии идут там бы мог стоять и и стоят туда уже кстати мы сколько тут ходили так наши вещи то мы попросили думал мало люди я надеюсь я надеюсь сейчас скажу да да и пойдут наши ключи и твой новый телефон смотри люди стояли ждали пока тех выпустят пока пройдут они эту проверку на коронавирус а теперь что которые будут ехать на остров тоже будут остров то все таки зона заповедная нельзя с коронавирусом прикинь хочешь ехать вот смотри вода теплая вообще вода где-то 25 26 градусов короче меряем воду вот тут горки такие резиновые надувные точнее там где-то кстати а вон там еще острова где-то далеке есть аня не захотела ничего рассказывать что я настроение вообще никакое ну не хочет как хочет я все равно покажу медузки попадаются значит что у нас температура ого 27 вообще показывает офигеть трава водоросли вода не очень честно скажу вам дно такое тоже и листая какое-то поэтому остается узнать самое главное почему же тут цены на жилье потому что море далеко не фонтан вообще может нас даже сказать очень не фонтан так честно откровенно сегодня лично мне море вообще не нравится а я так расстроился даже не захотела ничего рассказывать сначала сразу жаловаться я говорю слушай не надо жаловаться люди сами пусть смотрят и решают ну что много то здесь людей приехало правильно поэтому им тоже нравится раз они здесь она вязать свое мнение понятно мы были в разных местах и ну море здесь мне не нравится тоже но очень теплая зато по сравнению даже вот сейчас у нас в лазурном вчера было двадцать два двадцать а двадцать с утра под ним и мы днем я даже не знаю как будет а здесь опять же смотрим двадцать пять двадцать шесть двадцать семь ёпыры суты представляете вот такая вода здесь тепло сейчас проберемся к надувным этим горочкам посмотрим и пойдем на берег как бы больше тут смотреть нечем пляж как генический песок такой же дно и листая вода тоже вода вот смотрите сейчас ногу подниму вот такая вот такая здесь идёт смотрите вот видите что тут на дне это тут такое дно идешь по какой-то траве как по лиману короче ну может быть он очень полезно я не знаю вон там вот уплывают люди на на этих на островах даже как не будет хорошо вот у меня шорты большие все длинные а подну такая водичка прохладненько чуть смотрим на старую температуру это не надо слышать что она очень горячая смотрите 25 27 кажется вон там колесо крутится как генический такое же глубина вот я уже по поясу такие же заходы есть лесенки есть там пошире вода конечно посоленее чуть-чуть чем Азовском море но сам я тут отработают отдыхать больше отдыхать а что тут работает следишь за детками как они катаются да вода на пляже море то есть не на пляже не впечатлило ну я это и ожидал потому что я видел где-то пару лет назад по кому-то каналу один плюс один или там какой-то ездит журналист тоже по курорту мы помним что скадокск но он вообще там где-то на краю был вот там где-то где пляже заканчивается там вообще так ему не понравилось сам город неплохой набережда неплохая но моды конечно ну я не знаю пишите кто здесь отдыхает постоянно часто все время здесь такое или просто мы попали в такой день хотя меня это не смущает вообще мне больше не нравится что она сильно горячая нет допустим лазурно сейчас больше нравится что она прохладенькая а то что дети водоросли то в речке похуже так они там на ком их завела да смотрим 27 даже чуть ли не 28 это вообще 28 ребята 28 вода 28 градусов это вообще она горячая это просто он лошадок водит сейчас отдам камеру на коробку занырну вон тут берега вообще так пляж еще показать вот вам пляж а ну да тут мы заходили там написано я люблю шкадовск как-то так ну все всем пока всем хорошего дня так в общем пока валерка купался я тут поговорила с местными отдыхающими они уже приезжают сюда четвертый пятый год из-за детей нравится им здесь потому что теплое море что детям нравится и мелко и мелко да очень сильно напоминает несколько несколько химическ ладно дело не в этом хотела сказать за море вот море такое грязноватое я спрашиваю сколько вы здесь дней 10 я говорю все время вот это как испортилась погода два дня назад и вот это вот два дня назад нагнала вот эту траву это грязь но опять же они говорят здесь уж не открытое море поэтому тоже тут не открытое тоже залив поэтому оно и горячее и горячее ничего себе мы вчера 28 в Лазурном 20 с утра а тут 28 разница на секундочку 20 километров а вообще ребят если вы приезжаете на машине вот мы живем в Лазурном потому что там тихо спокойно красиво уютно и Лазурное море а тут тоже спокойно и уютно да и можете ездить хоть в Скадовск 28 километров хоть в железный порт 20 большевика еще рано раньше и красная еще раньше мы проезжали сегодня так что каждый выбирайте себе Азовское море черное но вообще лучше побывать и на Азовском и на Черном и побольше и каждому так что чтобы у всех были деньги чтобы у всех было здоровье чтобы поменьше расстройства и расстрад я люблю Скадовск всем хорошего дня хорошего настроения всем пока мы идем по ТВ а это я вот подождите я там уже сказал пока ты опять пока два слова сказал и пока ну что я что еще хотел рассказать вот забыл да там говорят детский пляж за этим портом сегодня кстати по экскурсии сегодня Валера снимала я не знаю говорил или нет было столько людей тут они но опять же с ним общались это еще мало а вот для детей бассейн бесплатно бесплатно не 150 не 200 да пошли пройдемся по этой стороне купку продают не полейки да мы идем в АТБ и едем уже в сторону дома а говорят что за цены цены говорят недорого ну а как какие цены ты ж был на базаре цены видел в АТБ по всей Украине цены наверное мне кажется практически один они ездили в Лазурно они сказали холодная вода для детей не им сказали идите в воду не полезли им показалось да а мне наоборот нравится зато я заметила что здесь везде написано руками не трогать как правильно а мерить можно а если я хочу купить как мне руками не купить смотри в смысле за и захоти поиграем контактный зоопарк да это бесплатно платно трогать платно 30 гривен 5 минут играться нет целый день целый день а можно в смысле оставить тут ребенка идти гулять ух ты ух ты они не продаются ну Лера смотри на Лёпу похож они не кусаются не знают ну дети играют вроде никого больше Кузик Кузик Валера смотри мне Лёпу напоминает смотри какой Валер смотри какой давай купим в России продают с Кодовска с Кодовска да с Кодовска заехали случайно заехали случайно ладно пошли а кролики продают стоять нет а есть а можно купить а сколько стоит 250 сколько стоит 259 250 кролик симпатично так ночнушки пижамки шубейки аквапарк какой-то мини напоминает я скажу тебе так интересно еще знать почему там бассейн там бассейны горки я тебе хочу сказать что если бы ты меня вот так вот вывез ночь за пятыми глазами придешься так высадить и сказал а не угадай где ты вот там вот море а мы где я сказала мы винить чего потому что похоже какой-то запах виническом потому что все лиственная трава деревья а т.б. набережная плиты не знаю асфальт запах даже а где такие плиты не помню ну да виническое море черное но я вам скажу оно сильно не отличается какое оно тут черное нет но она называется черное но оно так я скажу винический в этом году получше даже мне винический получше понравился честно честно не буду надоело говорить не говорю честно мне в этом году винический больше понравился но я вижу что здесь тоже бюджетный да здесь недорого наверное а вот можно спросить даже где ну да пора уже не можешь не спрашивать я тебе могу сказать ты за 80 ривен найдешь не переживай если захочешь ну 80-100 ну смотри сколько ты будешь идти до моря ты понимаешь ну и какое жилье удобство какой туалет какой душ даже если они на улице или на этаже в каком они состоянии вы всегда спрашиваете за жилье жилье везде одинаковое везде все зависит от того какое жилье на какой линии какие удобства и в каком состоянии весь этот весь этот а ну-ка отдых смотрите на я сейчас фотографирую по рассказу договори уже что не договорила жилье может быть даже у нас на салках где жилье да везде да везде но он имеет ввиду что жилье может быть даже в наших городах когда выезжаешь на какие-то озера ну как например днепр-зержинские голубые озера там где мы жили в днепре рядом орловщина у нас в харькове что там у нас старый салков куда ездить отдыхать потом еще что-то коробовые хутора и там по тысяче и по полторы сдается в общем жилье везде разное так что в третий раз всем пока всем хорошего настроения всего самого наилучшего приезжайте отдыхайте кто еще в этом году не успел кто не смог собирать и деньги на следующий год я так поняла что лучше собирать начинать наверное с этого начинания до следующего года как раз мы собираемся чтоб уже побывать на всех экскурсиях покушать всяких вкусняшек и невкусняшек и отдохнуть как кому хочется все ребята всем пока что не 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 Продолжение следует...